Годива Есть свидетельства о жестокости этого графа к неплательщикам вплоть до смертной казни. Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнет. Я цитирую Википедию переводную. Однажды на очередном Перу, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если его жена проедет на лошади по улицам Ковентри и Обнаженной. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для нее. Однако Годива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг. 10 июля 1040 года она проехала через весь город верхом на лошади, будучи полностью обнаженной. Она выехала на площадь Ковентри, прикрыв наготу только своими роскошными волосами. Жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие ее за ее доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время выполнили ее просьбу. Закрыли ставни и двери своих домов. Никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную обнаженную всадницу. Легенда упоминает портного Тома, который в щелочку двери посмотрел на всадницу. Но небесная кара была мгновенной, портной ослеп. Граф был поражен самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги. Легенда о доброй графине пришлась по душе жителям Ковентри. В 1678 году было учреждено ежегодное празднование в честь леди Гадиева. Ну вот так вкратце из переводной википедии о леди Гадиева. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok